Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Уступление в празднование столетия села Новые Булгары. Сам он этнический татарин казанский. Так вот, у него к этому столетию была выпущена книга, посвященная истории данного населенного пункта, имея в виду села Новые Булгары, Икарианского района Астраханской области, где этот ученый пишет, без всякой предвзятности пишет, что соседние села, такие как Башмаковка, Карагали, Яксатова, они являются нагайскими, а жители его являются нагайцами. То есть вот здесь я вам показываю в качестве примера мнение такого неангажированного, неполитизированного человека, ученого, который занимается чисто наукой. Будучи самым человеческим татарином, он называет вещи своими именами. А вот такая, как вы сказали, критика и так далее, она идет извне. В частности, она из определенных кругов так называемых правящих элит или ученых элит, таких ангажированных. Это республика Татарстан, который, используя многие инструментарии, в частности, средства массовой информации, как печатные, так и электронные, сеть интернет, а также телевидение. В частности, такой канал, как Татарстан Новый Век, ТНВ, всячески пытается, мягко говоря, демонизировать наши движения. То есть преподносят это так, как будто мы собираемся всех астраханских татар записать нагайцами. При этом они говорят, что здесь не обошлось без активного вмешательства нагайцев с Северного Кавказа, с Дагестана в частности. И какова у них, значит, риторика, что вот здесь также они пытаются показать, что вот здесь активно, как они говорят, работает рука Москвы, который пытается расколоть единый великий татарский народ, великую единую татарскую нацию, да, на более мелкие такие части. И, значит, потом, так скажем, ее как некую силу, так скажем, ну, если не уничтожить, то как бы обезвредить. Я хочу сказать, что, ну, это, конечно, все выглядит смешно бы, да, выглядело бы смешно, если бы, как говорится, не было бы так страшно. Почему? Потому что здесь никакого такого вот здравого смысла и никакого, так скажем, никакой истинной правды здесь нет. Во-первых, все это движение, ничего, что внутри, то есть здесь отлично вызывается... Такс. Да, именно саму здесь. Далее. Никакой поддержки страны и властей у нас нет. Я просто в качестве примера вам могу привести доказательства. Следующий эпизод. Мы где-то вот в феврале месяце провели учредительное собрание местной национально-культурной автономии Ново-Йорк. Документы были сданы местные. До сих пор нас еще не зарегистрировали. Документы вернули обратно, вот, и никаких движений нет. То есть если бы за нами стояло, как говорят они, в руках Кремль там или еще спецслужбы и так далее, я думаю, наша регистрация прошла бы на раз-два. Нет. Да. Далее. Значит, по поводу вот этого самого, того, что мы хотим астраханских татар записать на гайцы. Ну, это, так скажем, мягко говоря, дезинформация, грубо говоря, это чушь, да? Почему? Потому что исторически как раз все наоборот сложилось. В 1926 году, именно в рамках создания новых, так называемых, социалистических советских наций, когда более малые по численности, но родственные народы включались в состав народов, все группы нижневолгских нагайцев были включены, в том числе юртовские нагайцы, были включены в состав татарской нации. Про это есть много, значит, свидетельств, в том числе и самих участников тех событий. Мало того, за этот год было достаточно много найдено фактологического материала, то есть документов, в частности. Вот берем, например, 1925 год. Во время на территории нынешнего Приволжского и, значит, современного Приволжского, Нариманского района существовал так называемый Татаро-Ногайский район. Или за Царевское волос бывшее, Астраханского губерния. Так вот, первым, говоря современной терминологией, главой этого района был этнический юртовский нуай Махмудов Ибрагим Махмудович. Вот в директиве или в письме, был найден в архиве, это есть в архиве нашем астраханском, в директиве или в письме данному руководителю, там есть определенные предписания, где говорят о том, что в целях, так скажем, ну, того, чтобы местные именно нагайцы, нагайцы, нагайцы не тратили свои средства там, ну, как скажем, необдуманно на проведение всяких там свадеб, тоев, как там сказано, да, этих, как его, значит, на проведение вот этих сенатов и так далее, да, стоит с ними, среди них проводить определенную, так скажем, работу. Там четко сказано, что жители вот этой волости являются нагайцами. Это 1925 век, не татары, а именно нагайцы. Это документально зафиксировано. Далее, в 1925 веке здесь у нас побывала, значит, экспедиция Саратовского краеведческого музея. И она побывала в нескольких селах юртовских именно Нуаев. Так вот, это она была в, значит, Башмаковке, в Карагалях, Яксатове, в Келинчах. Вот что мне вот на память, вот эти четыре крупных таких села, да. Так вот, были сделаны фотографии местных, значит, жителей. Их, значит, этого, как его, быта, их традиционных занятий. Так вот, везде, везде, это 30-е годы, везде они, вот эти фотографии, вернее, подписаны, что вот изображенные на этих фотографиях, ну, зафиксированные на этих фотографиях, люди, они относятся к нагайцам. Нагайцы, нагайцы, везде. Это есть, это есть везде. То есть, отсюда делаем вывод какой, что даже в документах, да, а это все официальные документы, начало, вот, середины 20-х, 30-х годов, для, значит, юртовцев, значит, самоназванием было слово «новой» или «ногайцы» по-русски. Далее, есть, это советский период беру. Наши, значит, критики сказаний не берут дореволюционные документы. А если брать дореволюционные документы, доказательством нашей правоты, так скажем, нашей правды, являются метрические книги, которые велись при каждом, значит, при каждом приходском храме или при каждой приходской вот мечети, да, в каждом юртовском селе было хотя бы по одному, хотя бы по одной мечетью. А в некоторых было по две, по три, по четыре, по пять и так далее. Так вот, в тех населенных пунктах, где проживали именно компактно юртовские нуваи, да, там так и записано. То есть пишется имя человека, который, допустим, родился, или тот, который там осуществляет там вступление в брак или еще, или рождение ребенка и так далее, да, имя пишется, пишется населенный пункт и пишется его, значит, ну, этническая принадлежность. Везде есть, везде написано новай или юрт, юрт новай. Что интересно, когда записывали в этих метрических книгах этнических татар, я имею в виду вот тех татар, которые вот переселились к нам сюда, а таковые тоже жили среди юртовских нуваев, да, для них там записано, там используется такой термин, как либо казанлы, но слова татар нет, либо мешар. Наши, конечно, оппоненты попытались это предоставить так, что это якобы сословие, сословие, понимаете? Но там, кроме юртских, то есть юртские нуваи, это не национальность, не этничность, это сословие. Но, например, там, по-моему, в ауле Семяковка, там мы обнаружили такую запись, что был там зафиксирован один из жителей, и у него этническая, так принадлежность, туркмен. Но туркмен же не является сословием. Это, значит, у нас народ такой, это малярный. То есть не хотят, не хотят они это упускать, юртовских нуваев из-под своего, так скажем, из-под своей руки. Почему? Почему? Ну, понятно, почему. Юртовцы являются, в частности, вот тем самым связующим звеном, который вот та же самая, вот, допустим, татарстанская элита, да, пытается связать себя с наследием Золотой Орды. понимаете? Без этого звена, без этого звена, вот эта стройная, вот эта схема, которая уже построена, вот, в частности, в исторической науке данного региона, я имею в виду республика Татарстан, да, среди их элит, начиная вот где-то вот с 90-х годов, а этим они начали активно заниматься с 90-х годов, и таким локомотивом данного, данного, вот, строительства этого конструкта был институт имени Морджани, и остается таковым. Вот, если это все мы оттуда убираем, эта стройная цепочка, она начинает распадаться, распадаться, вот, и они остаются тогда с тем, что у них на самом деле было, а именно вот тем наследием, которое было у них на самом деле в Среднем Поволжье, а именно что это наследие, вот, Волжской Булгарии, Казанского ханства, но претендовать вот на это общее, так скажем, злотардинское наследие у них никакого, так скажем, никакой легитимности не будет, то есть она исчезнет. Вообще, когда мы, вы, вот, бег тоже, сидите в разных, вот, у нас интернет-сообществах, да, группах и так далее, иногда вот, например, в тех же группах, вот, где у нас, допустим, некоторые присутствуют, присутствуют участники из старшего поколения, иногда, вот, бывают такие рубки, так скажем, да, по поводу вот, того, кому принадлежит нагайское наследие, особенно вот, большой шум, ну, не шум, а резонанс определенный, сейчас он, кстати, Гулякси уже, да, проделала книга, ну, если, как она называлась, белый, 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 по-моему, назывался, ну, вайлы, вот, это уже, так скажем, заход с другой стороны, хотя там реверансы были сделаны автором и в сторону Казани и в сторону Республики Казахстан, вот, и помню в одном из таких споров, ну, с аксакалами, ну, так скажем, не из научной среды, а вот из обывательской, да, из простого народа, так скажем, одни эту идею поддерживают, то есть, когда они говорят, что да, надо свою историю отстаивать, да, ее никому не отдавать, а другие говорят, ну, зачем такие споры, если вам надо, там, вон, выйдите там на улицу, да, по спорте мы, а здесь и фирму не засоряйте, так, выражаясь, значит, терминологией, значит, журналистов и так далее. Но я хочу вам сказать следующее, дело в том, что история, она является одним из приоритетов управления, вообще существует современные, вот, теории управления, да, концепции управления, существует шесть приоритетов, война стоит на последнем месте, на шестом, то есть, когда у тебя пять инструментов, так скажем, эффекта не дали, значит, остается только вот грубое вот такое насилие, агрессия. На пятом месте идет это геноцид, причем геноцид не только физический, но и духовный, и культурный, да, потом идет четвертое место, это экономические приоритеты, на третьем это фактологический приоритет, так вот, история стоит на втором месте, на втором месте. На первом это мировоззренческий, так называемый, значит, приоритет, это методология, философия, так вот, история на втором месте, то есть, с народом, если у народа поменять историю, там, забрать ту историю, которая реально у него была, да, и подменить ее, там, на более такую, искаженную, оболганную и так далее, то народ теряет свои ориентиры, понимаете, старик, раньше же говорили, что человек, который забыл свою историю, подобен дереву без корней, теперь представьте, что собой представляет народ, у которого эту историю либо полностью изменили, либо исказили. причины, по тем, которые, вот, пытаются исказить историю извне нашего народа, это понятно, да, это попытка, опять-таки, через наше наследие, общеногайское, да, нагайское, а на него могут претендовать только нагайцы, различных, вот, групп, которые проживают на территории Российской Федерации, в частности, да, ну и за рубежом, но именно нагайцы, кто себя называет нагайцем, это понятно, это они, да, они являются хозяевами этой истории, но, почему нужно это наследие, потому что у нас в прошлом было довольно, ну, в прошлом было у нас довольно героическое, довольно героическое, да, и нагайцы же, они были не только воинами, они были администраторами, грамотно, в частности, если бы, братьки, ну и там, те же самые, те же самые, значит, те же самые, средние ази, бухару и так далее, там до сих пор помнят, что правящая витвуня в основном была нагайского происхождения, таких отголосков является происхождение героя киргизского народа, манаса, да, он происходит из рода новой, и таких примеров масса, и пытаясь вот это самое наследие себе подтянуть, что со стороны Казани, что со стороны республики Казахстан, конечно, опять-таки, это вот такая попытка через это вот звено подтянуть на себя все наследие Золотой Орды. Без нас эта схема не строится, поэтому в Казахстане был придуман вот этот термин новойлэ, кстати, нигде, никаких источников он не встречается, это фольклорный термин, который используется в фольклоре, пусть казахского народа, но он внешний, он казахи из себя никогда новойми не называли, это внешний, другой народ внешний, понимаете, это внешний термин, но не всегда понятно, почему это нужно, вот эту концепцию, вот эту точку представителям самого, тем людям, которые являются, как представителям самого на ГС-КОВС, для чего? Понимаете? Иногда данные, данная ситуация мне напоминает сюжет, библейский сюжет, связанный в частности с, помните, библейский сюжет связанный с Исавом Исаком, когда Исав за стрелку пучевичной послёбки, посадил ворота, вспоминает вот этот библейский сюжет, понимаете? когда да, своё вот это наследие отдать кому-то. У нас ничего пока на данный момент, кроме вот этого наследия, нет. И разбрасываться им, ну, это кому-то отдавать, это слишком шикарно на данный момент, понимаете? Это наследие всего народа, и отдельным индивидуумам, личностям, отдельным людям раздавать это всё нету никакого права, никто ему этого права не давал. Значит, ещё что можно сказать? Ну, а что за сила тогда нас поддерживает-то? Ну, я понимаю, да, наши там местные казахи, аль-хамдуля, кстати, отдельный им респект, местные татары, ну, местные народы поддерживают нас, это понятно, но они же как теоретически поддерживают. Что за сила нас поддерживает? Что нами движет, получается, сейчас? Какая сила за нами стоит? Ну, что стоит за нами? Сейчас в целом идёт такое вот движение, это не только в Астрахани, региона, где проживает Нагайца, это движение, которое направлено на переосмысление, на то, понять вообще, куда дальше двигаться-то. То есть, нас, когда вот мы, вот за этот год, вот за этот год, я так посмотрел, в целом, да, вот эти баталии, так скажем, в кавычках, за Нагайское наследие, между теми, кто хочет его себе прибрать и теми и представителями, активистами из Нагайской среды, которые, значит, это наследие защищают, они, в конечном итоге, к чему привели на данный момент. Ну, наши оппоненты поняли, что, и мы им дали понять, мы, когда я говорю, я имею в виду всех активистов общей Нагайской движения, дали понять, что у этого наследия все, хозяин есть, и здесь, как говорится, ловить нечего, вам, хозяин есть, да, но все время жить с оглядкой на прошлое нельзя, потому что для чего нам дается история, история, она нам дана для того, чтобы, сделав определенные значит, орг-выводы из тех из того опыта, который был у наших предков, да, сделав анализ определенный, создать значит, стратегию, концепцию, куда идти дальше. По мне, по моим, ну, не только моя эта точка зрения, а точка зрения всех вот Нагайцев, которые живут, в частности, в Астраханской области, будущие Нагайцев связаны только с Россией, с Российской Федерацией. Конечно, сейчас могут говорить, что там вот вы там этот народ, который не имеет ни родины, ни флага, у вас нет территории, это обычная вот такая, знаете, стратегия наших троллей, да, потому что больше нечем им, так скажем, нас корить. Ну, я хочу сказать, у нас самая большая территория в мире, мы живем в Российской Федерации, у нас территория самая огромная, самая большая страна в мире, да, мы являемся гражданами этого государства, как нагайцы, именно как нагайцы, мы со своим языком, со своей культурой и так далее, на данный момент мы сохранились именно здесь. Ну, есть, конечно, перегибы, в частности, в Астраханской области, да, это наследие, вернее, тех перегибов, которые были в советское время. Эти перегибы мы сейчас, так скажем, исправляем, вот, наше движение исправляет, то есть, возвращаем свою вот эту идентичность, да, а вот тех регионов, где вот эти процессы не прошли, ну, так скажем, не дали результата для вот этих, ну, я буду использовать терминологию наших оппонентов этномиссионеров советского периода, да, хранились как-то нагайцы, то есть, их никто там не переписывал, там, татар, казахов, там, кумыков или еще в кого-то, да, они остались нагайцами, и вот этот опыт исторический показывает, что как нагайцы мы можем только сохраниться в России на данный момент, сейчас у нас выстраивается довольно, выстроена уже довольно такая грамотная более-менее, ну, грамотная, да, национальная политика, вот, в целом на федеральном уровне, вот, и сейчас нам нужно вот выстраивать дальнейшую вот эту концепцию, как нам дальше куда двигаться, то есть, какую нишу нагайцы займут вот в этом, вот в этом сообществе, содружестве, да, всех народов, которые проживают на территории Российской Федерации, то есть, свою нишу какую-то. А вообще нагайский фактор, он довольно такой, знаете, стратегически важный, просто до конца его сейчас пока серьезно не воспринимают, видимо, машины. Дооценивает. Дооценивает, да, но как инструментарий, как вот, так скажем, как один из вот таких вот инструментариев управления, он довольно, ну, так скажем, перспективен. Почему? Опять-таки, возвращаясь к историческому прошлому, например, вот после того, как Астраханское Астраханское ханство вошло в состав российского государства, именно потомки жителей Астраханского ханства, юркеские нагайцы, активно использовались в качестве дипломатов, в качестве там толмачей, в качестве, значит, других там этих агентов, ну, не агентов, как бы, сказать, в качестве вот инструментариев новой администрации, то есть в Крым, в Крым отправляли очень много представителей юркеских Нуваев в Среднюю Азию для выполнения определенных вот поручений, которые вот были связаны с звеной. А? Как переходное звено. Да, 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 с этим миром и близки. Да, 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 и мы являемся, как бы, вот таким связующим звеном между Россией, в России это между тюркскими народами и русским этносом, да, а если брать в рамках СНГ, а может даже за пределами СНГ выходить, то между вот российской государственностью и вот российской вот этой общностью и другими тюркскими народами, потому что именно Нагаев, оно известно по всему востоку, по всему востоку, я имею в виду по тюркскому, мусульманскому, тюркскому востоку, там знают это и благодаря истории и благодаря другим факторам, вот это я думаю, что вот это тоже одно из таких, одно из таких направлений, в котором надо работать, но в целом для самого народа это что? Это сохранение языка, сохранение культуры предков и сохранение традиций, традиций в этом плане. По поводу вот того, когда мы вот говорим для чего вообще вот это движение юркских нагайцев, в частности в Астраханской области было затеяно, ну нас пытаются значит обвинить в том, что мы это все делаем в рамках переписи, то есть перед переписи. Ну я скажу так, что это делается не в рамках, не перед переписи, даже если перепись будет у нас в следующем году, а также ее перенести на 21 год, у нас движение оно даже после переписи так скажем не остановится, мы будем идти дальше. С чем это связано? Это связано с тем, что данный национальный проект, я имею в виду татарский проект, который в свое время в 26 году в прошлом веке, в 1926 году были включены юртские нагайцы в том числе, он ничего в частности для общей массы нашего народа не дает. Да, проводятся какие-то мероприятия раз в год, может быть, сабантуй, который, кстати, не является нашим праздником, у нас вообще традиции понятия сабантуй никогда не было. Иногда уезжают некоторые более-менее талантливые ребята в Казани учатся. Да, есть такое. Они остаются там, они остаются там, значит, работать и так далее, и это идет вот некая такая, если так говорить, внутренняя перекачка мозгов, то есть интеллектуалов, да, то есть от того, что они туда уехали, получили образование, остались там работать, пользой для того народа, среди которого он вырос и этот вырос, который его воспитал и так далее, пользы никакой. Мало того, попав в среду, значит, совершенно вот такую, ну, чужую среду, они начинают уже терять вот эти связи со своим, со своей родиной, со своей малой родиной, так скажем, начинают уже язык у них начинает меняться, то есть начинают пытаться говорить, вот, не все, конечно, не у всех, конечно, это получается, но многие там говорят на такой страшной смеси, да, на гайской, татарской, так скажем, непонятно, как он выражается, но понятно, что с детства, если этот язык не учить, а его никто не учить, потому что носителем этого языка они не являются, во взрослом состоянии его выучить довольно сложно, но это было видно на том круглом столе, который проводил в Казани с участием именно тех юртовских, так скажем, ну, представителей культуры из юртовской среды и науки, которые вот сейчас живут в республике Татарстан, ну, там из, по-моему, шесть или семь человек было, участвовало в этом круглом столе, или пятерых было, уже сейчас не помню, ну, из этих пятерых, ну, один человек только владеет более-менее литературным языком, остальные там говорили такой, знаете, такой смеси татарского, ну, юртовско-ногайского и русского языков. Ну, там, смотрите, получается, они же не только себе вред приносят этим делам, но, мне кажется, и всему народу, насколько я знаю, один из этих вот, не знаю, я буду выражаться немножко, конечно, наверное, резковато, один из них написал книгу там про ногайские танцы, которую написал татарскими, к примеру, я считаю, что это прямой вред, я бы сказал, даже предательство. Ну, да, ну, опять-таки, кто был заказчиком, он же писал, заказчиком, был, он издал-то ее там, в Казани, и цензоры за всем этим смотрят, и у него был выбор, он свой выбор сделал, как говорится, ну, не знаю, посмотрим, время покажет. Здесь еще один момент есть, вот для, вот сейчас я уже говорю, что в начале нашего разговора, что нас пытаются обвинить в том, что мы там делим единый татарский народ, да, на более мелкие, так скажем, фракции, и таким образом, как бы его ослабляем, а вся цель вот этого татарского, современного, я имею в виду, татарского проекта какова, это удержать вот эту численность, да, для того, чтобы пытаться как-то вот, ну, если не на равных, но как-то вот разговаривать, так скажем, с федеральным центром, да, и выбивать определенные преференции, ну, опять-таки, эти преференции куда идут? Они идут в республику Татарстан, Казан и так далее, да, понятно, а вот тем группам, даже татар, так скажем, этнических татар, например, ни для кого не секрет, например, что группы, ну, диаспоры, так скажем, татар, Казан, это происхождение, которые имеют свое происхождение с Казани, проживают в республике Дагестан, есть там, да, группы татар, живут они где-то вот на Ставрополе, живут, по-моему, даже в республике Чечне, для них никаких, вот, так скажем, никакой поддержки от Казани нет, для них нет, для представителей именно казанского народа, да, что говорить о Нуваеве, который вот здесь проживает, для них... видео видел одного казанско-татарского ученого, который, я не знаю, где он живет, я просто сейчас вдруг вспомнил, он говорил, что, почему, говорит, мне не даете какое-нибудь звание, вот, ну, те ему отвечают, ну, ты же, говорит, не в Казани живешь, какое тебе звание может быть, говорит, ну, звание званием, но я хочу сказать, что проблемы, допустим, вот, если брать юртовских Нуваев, которые вот здесь живут, связанные с их традиционными видами хозяйственной деятельности, а ни для кого не секрет, что основное занятие юртовских Нуваев, которые вот проживают в сельской местности, я беру сельскую местность, это овощеводство. Здесь и главная проблема у них какая, это проблема сбыта. я так просто приведу, да, в качестве примера, зимой на рынках той же Астрахани и магазинах на рынках Астрахани стоимость, например, овощей, ну, например, огурцов или помидор, там, доходит до 200 рублей за килограмм, а летом, когда, значит, юртовские Нуваи начинают там завозить в город эту всю продукцию, цены порой на рынках падают, падают, порой падают до 5-7 килограмм, рублей за килограмм, то есть, уже людям нет никакой выгоды ее производить, понимаете, и люди, представители вот этих юртовских Нуваев, в частности, которых у нас принято называть татарами, да, со стороны Казани, они со своими проблемами остаются один на один, никаких решений ни со стороны общественников местного татарского общественной организации, астраханской, ни со стороны властей там республики Татарстан, никаких этих подвижек в этом направлении нет, они не решают эти проблемы, понимаете, а о них, об этих так называемых юртовских в кавычках татарах вспоминают только перед переписью. Переписью, да. Выгоды никакой нету получается. Да, да. Они же говорят, Ильнар Гарифуллин говорил, что выгода даже вам граждаться татарами. Да, а где выгода, какая выгода, понимаете, и через 10 лет, на 10 лет про это, про них забывают. Через 10 лет опять начинается вот это. Да, правильно сказали про Ильнара Гарифуллина, он, значит, приводит какие-то вот такие пространные эти выгоды, то, что вот выгода называться татарином, да, а в чем выгода, не говорите. Либо же это выгода. Да, он, видимо, живет в каком-то своем измерении, там, четырехмерном, пятимерном, я не знаю, где-то на Альфа-Центавра может быть, да, но для любого человека, который действительно о своем народе хоть как-то, так скажем, ну, заботится, да, болеет душой и так далее, ну, ему нужно просто вот пойти и пройтись, так скажем, пообщаться с простыми людьми. А этого я нигде не вижу ни у кого. поэтому никакого никакого вот этого, никакой пользы я, ну, я говорю, я называю вещи своими именами, никакой пользы находиться в этом проекте я для своих, так скажем, соплеменников не вижу. не вижу. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...